В общем, что у нас на неделе было? Вся эта история с пейджерами, ее уже где только могли, обсасывали эту историю, много всяких конспираций, много всяких историй. Это, знаете, такой был новостной баз, который никто не мог упустить во всем мире. И, мне кажется, единственный, кто не высказался по этому поводу, это сам Израиль. Ну, не считая там новости, не считая каких-то там журналистов. Естественно, на себя до сих пор Израиль не брал ответственность за это. И после вот этих двух дней необычных взрывов, вчера был, мне кажется, наверное, самый значимый удар по Хизбалле, который был вообще за все время его существования. И да, можно сказать, что операция с пейджерами, это тоже считается очень таким гениальным и очень важным делом. Но то, что было вчера, по сути, это был удар по верхушке, командной верхушке Хизбаллы. Хизбаллы. Потому что в Хизбалле есть, естественно, иерархия, она примерно как военная. Есть силы Радуан, есть обычные так называемые бойцы. Силы Радуан, они находятся больше на юге Ливана. Я просто помню свое время, когда мы проходили учения еще задолго до 7 октября, там, не знаю, 10 лет назад, 5 лет назад в Мелюим, то мы всегда на севере, у нас был такой, верите, выражение Тархиш. Это такой сценарий, согласно которому именно вот эти силы Радуанов могут вторгнуться в Галилею, захватить там на пару дней. Примерно то, что произошло 7 октября. Только мы это отрабатывали здесь на севере. То есть никто это особо не ожидал на юге. В основном это все прорабатывалось здесь. И вчера они собрались, у них была сходка не просто в здании, а на минус втором этаже здания. Поэтому если вы видели картинки, если кто-то из вас подписан или не подписан, то сейчас подписывайтесь на мой телеграм-канал Тимур Лайф. Может быть вы видели не только у меня, но и в других ресурсах огромное разрушение относительно удару. То есть до этого мы привыкли видеть такие точные удары. И когда израильская армия хочет точно ликвидировать, то способные, извиняюсь за выражение, ванус-террористу ракету засунуть. Но тут не было такой цели. Была цель именно полностью все это здание, весь этот, наверите, Митхам. То есть все это помещение и подземное, все что там было, просто сравнять с землей. И эта цель была достигнута. Естественно, там погиб важнее всего этот террорист Ибрагим Акель, о котором никто, в общем-то, не знал в прессе. Он вообще особо нигде не светился. Вот вчера все мы о нем узнали, кто он такой. Он отвечал за оперативный штаб Хизбаллы. Ну и вообще такой бывалый террорист, которого разыскивали еще США за его предыдущие деяния. Ну и вместе с ним, немаловажно, вместе с ним покинули наш замечательный мир. И хорошо, что так. Как разные командиры, офицеры Хизбаллы. В общем, это был очень сильный удар по верхушке. Добавьте к этому то, что произошло с пейджерами. Можно сказать, что это одна из самых успешных недель войны Израиля против Хизбаллы и против террора. В общем-то, даже 2006 год, если мы возьмем, вся война, которая длилась около 30 дней, весь июль и начало августа, мы наносили огромный ущерб Ливану. Но, мне кажется, вот такого уничтожения верхушки не было даже тогда. Поэтому, действительно, Хизбалла сейчас находится в таком непростой ситуации. И даже сейчас, говоря с вами, мы говорим сейчас 21 сентября, вот в это время, когда мы говорим 8 вечера, наши самолеты, которые мы слышим, не знаю, если вы слышите, продолжают наносить удары по югу Ливана. И что немаловажно, что сегодня было уничтожено тоже 180 систем запуска, которые были готовы обстрелять, скорее всего, север. Но, в любом случае, если вы заметили, что последний, вот с того превентивного удара, который был несколько недель назад, каждый раз, когда Хизбалла хотят реализовать какой-то обстрел, но более массированный обстрел, наша армия идет на опережение и уничтожает, естественно, не все, невозможно разом все это уничтожить, но огромное количество. И каждый раз, когда уничтожается такое количество, здесь 100, здесь 200, все это, кстати, делается в считанные минуты, чтобы вы понимали, 20-30 минут, более 180-200 ударов нанесено. То каждый раз это приближает нас не то что к победе, но к тому, что если наступит тот день, когда придется заходить в Ливан, или вообще перейти еще на более агрессивную фазу, а у нас своего рода такая эскалация идет, то это будет играть нам на руку. То есть любые удары сейчас, любое уничтожение складов, которые вы видите, опять же, те, кто подписан на мой телеграм-канал, видят, я каждый раз публикую не просто какую-то фигню, а именно вот то, что нужно пару раз в день, сводку, какие были цели поражены и так далее. Мы понимаем, что при каждом таком уничтожении складов, это значит, что еще меньше, в какое-то время, когда наступит, меньше полетят ракеты на Израиль. Так что это огромный плюс, чтобы вы не думали, что вот мы там сидим, и вот кто-то там ворчит, что вот, мы никак там Ливану ничего не можем сделать, или идет работа, это работа ежедневная. Просто нужно иметь в виду, что там огромный арсенал, и этот арсенал, естественно, тоже под прицелом. Окей, теперь вот сейчас до начала эфира один из известных журналистов военных, военкор, но не совсем военкор, он именно корреспондент, опубликовал такое сообщение, что ожидается, что в ближайшее время будет в Израиле объявят особую ситуацию в тылу от Хайфы и севернее. Что значит особая ситуация? Может быть, какие-то рекомендации командования тыла, например, места скопления сократить, или быть неподалеку от защищенных мест, то есть микротим и так далее, и почему? Мы все понимаем, что после того, что вчера произошло, и вообще на этой неделе произошло, Хизбала сейчас в некотором шоке. Да, у них получаются какие-то обстрелы параллельно ввести, но то, что им нужно сейчас обязательно как-то отомстить, это не вопрос, то есть это не дилемма. Мы все понимаем, что они попробуют что-то сделать. Поэтому сейчас превентивно идут работы по, ударяют по этим установкам там, где они есть, и согласно банку целей. Но все равно есть возможность, вероятность, что они, например, к примеру, захотят в ответ, например, там ударить по Хайфе. Но это все может быть, никто не говорит о том, что это будет. И даже если это будет, ничего страшного. Есть система защиты, есть система, если вы будете следовать командованию тыла указаниям, то поверьте мне, все будет окей. Так что да, нас безусловно ждет определенная как бы эскалация. Мы об этом говорили, если вы приходили на мои эфиры в прошлые разы, да, что у нас вот есть некие такие ступеньки, ступеньки, ступеньки. И вы заметили, думаю, что последние две недели, две недели назад министр обороны выступил с заявлением, что центр тяжести переходит на север. Нетаньягу тоже. Нетаньягу вообще последний день два краткие сообщения выдает, что мы, наши цели остаются ясными целями, и мы идем к ним. То есть ничего не изменилось, будем действовать, как мы заявляли. Я напомню, что буквально на днях ввели в список официальный, даже не список, а в цели войны безопасное возвращение жителей севера в свои дома. Это значит, что мы перешли к новой фазе. И сейчас мы просто, что называется, идем по головам. Уже нету никаких красных линий, если есть информация, как вчера, например. Вчера это не была операция, которую планировали, чтобы вы понимали, не то, что ее планировали долго. Как это происходит? Приходит развед информация. Это на иврите называется «Хален издамнует» – «Окно возможностей». Оно может быть минутное, может быть часовое, неважно. Вчера как раз наш Рошматек Лалик, главком, глава армии, я уже извиняюсь за свой русский, потому что я его немного забываю, когда в прямом эфире говорю. Он был на севере, как раз на совещании, и пришло сообщение, что вот есть такая возможность, появилась информация, что вот там происходит сходка. И все, и в считанные минуты, это проходит несколько одобрений от министра обороны до, естественно, премьер-министра, дается одобрение, и отсюда дело нескольких минут, и по ним наносится удар. Это то, что произошло вчера. Это говорит только о том, что сейчас при любой возможности, которая будет у Израиля, идти по этим головам, идти по этим командирам, уничтожать их, и каждая такая возможность будет реализована. И не важно, если это в Дахия, Дахия это район в Бейруте, или это в Сирии в Дамаске они скрываются, или они в каком-то посольстве иранском, где бы они ни были, они являются легитимной целью, и хорошо, что так. Поэтому можно сказать, что мы впервые видим некую инициативу, причем такую в серьезных намерениях, израильского командования. То есть до сих пор мы были действительно в некой оборонительной, как они это называли, активной обороне. Классный термин, активная оборона. То есть мы как бы защищались и периодически там где-то что-то бомбили. То сейчас мы просто стали охотиться на них. Вот что интересно. Террористы, на которых стали охотиться. И добавьте к этому все истории с пейджерами. Сейчас приходят офигенные картинки. Вот я даже могу вам показать, что происходит на юге Ливана, вот в прямом эфире фактически. Сейчас идет полная работа, и я не могу сказать, что этому рад, потому что кто-то скажет, кто-то писал, вот скорее бы война закончилась, да, и так далее. Ребят, ну давайте бы не в розовом мире живем. Скорее бы, я как думаю, скорее бы мы разбомбили там, не знаю, пол Бейрута с Хизбаллой. Да. Я не говорю про мирных жителей, именно те, кому нужно покинуть этот мир. Это да, это скорее бы. Если ради этого нужно посидеть в Меклатах неделю, две, три, да без проблем. Без проблем. Но наши враги должны понимать, что с Израилем шутки плохи, что 7 октября запомнится всем, не только палестинцам, о которых уже никто не говорит, Хамасу, который полностью уничтожен. Что это было роковой ошибкой вообще для всех. Так что не надо падать духом, а наоборот надо где-то в какой-то мере, да, радоваться за то, что вот мы настолько сейчас, если навредите классное слово, нехушим. Нахуш – это так настроены, очень хорошо, очень сильно настроены, какой-то достигнут какой-то цели. Это то, что нужно. А не сидеть и в панических каких-то этих, ой, что будет, ой, что будет, да ничего не будет, ребят. И знаете, меня удивляет тоже, когда мне говорят, а когда будет, а будет ли война, а сейчас что происходит? Вот многие из вас, которые живут в центре, я понимаю, что вы не особо понимаете, вот для вас как бы война якобы начнется, если вдруг ракета долетит до центра. Но нет, война идет, она идет вокруг нас, она идет не в одном фронте, так сказать, да, если юг, это один фронт, север, Юдия-Самария, еще возьмем другие места, Сирия и так далее, она идет. Единственная разница между тем, что может произойти, это просто переход на более агрессивную фазу. Вот и все. И поверьте мне, что по ощущению это ничего нового вы не ощутите, извините за то, что я так говорю. То есть это не то, что вдруг наступит какой-то страх, это просто то, что происходит сейчас. Вы даже не все осознаете, насколько мы сейчас пребываем в странном времени. Мы сейчас находимся в войне, при этом при всем вы живете своей жизнью, не так ли? Вы продолжаете работать, вы продолжаете, не знаю, встречаться с кем-то, заниматься любовью в конце концов, вы продолжаете жить своей жизнью. Не значит, что вы оторваны от жизни, но так люди созданы. Мы не можем взять сейчас и полностью, не знаю, сидеть в каких-то панических атаках. Поэтому все, что нужно сделать, это просто поддерживать наших солдат, поддерживать наше командование, которое, поверьте мне, действует на благо нас. Все это делается, вот наши замечательные пилоты, которые сейчас в небе, у которых тоже есть семья, которые их ждут, и которые понимают, что они за собой несут миссию. Они это тот свет, который освещает ту тьму, которая находится в Ливане, уничтожает ту тьму. Они вирус, а мы та самая прививка. Так, могут, я не знаю, могут ли на севере ограничить работу службы тыла, служб, служб, надо, смотрите, все сообщения, во-первых, есть на канале. Если вы подписаны на мой канал, я тоже перевожу все обновления службы тыла и ставлю их туда тоже на русском языке. Так что, не служба, извиняюсь, командование, командование тыла. Окей, шейлот, ребята, если есть вопросы. Давайте на них ответим. Самое время. The Azman. Но очень подозрительно маленькое число присутствующих. Что-то у нас с Инстаграмом. Может, я в какой-то теневой бан попал. Вы все, кто зашли на эфир, вы зашли по оповещению или вы просто знали, что будет эфир? Напишите, все, кто зашли по оповещению. Вот просто, что пришло там, типа, лайф, идет эфир. Ну, а пока вы пишите. Сейчас глянем, что у нас тут происходит. Да, причем еще по оповещению. Супер. Не было оповещения по оповещению. Ну, видите, у кого-то было, у кого-то нет. То, до сих пор разгребаю то, что произошло в Беруте, потому что до сих пор там есть еще пропавшие без вести. Я сегодня на своем канале это публиковал. Я еще раз повторю. Скорее всего, ожидайте пропаганда. Да, что касается пропаганды. Естественно, пропаганда на месте не стоит. Вся эта история с пейджерами. В большинстве случаев действительно во всем мире ее освещали как некоторую гениальную операцию, которая просто не подлежит никаким сравнениям. Но, конечно же, сразу в дело пошли методички. И эти методички уже стары как мир, что называется. Что Израиль, значит, там бедных несчастных жителей Ливана, которые почему-то там с пейджерами гуляли, хотя 21 век вот взял, вот так вот и подло подорвал. И то же самое с этими бомбардировками. И вообще, когда начнется более агрессивная фаза войны, и когда действительно удары будут наноситься, и будут, скорее всего, больше жертв со стороны Ливана, естественно, все будут выть и ныть о том, какой Израиль плохой агрессор. Причем никто, один из видов пропаганды, это взять и отрезать причинно-следственную связь. То есть никто не возвращается к 8 октября, когда Хизбалла начал атаковать. Если еще палестинско-израильский конфликт, можно, мы видим, как они работают по методичке, да, все эти боты. Им просто пишут. Значит так, вы всегда пишете, что причина 7 октября, это 75 лет угнетения. Мы все это видим, это просто уже стертый до дыр методички. То здесь, ну какие причины конфликта? Кто 75 лет оккупировал Ливан? Никто. Поэтому здесь им нечего сопоставить. Поэтому какой технологии они прибегают? Да, пропаганды. Они говорят, окей, давайте мы будем делать фокус на том, что происходит сейчас. То есть если с сектором газа, наоборот, они говорят, давайте мы не будем фокусироваться на том, что сейчас происходит, а будем ссылаться на то, что это просто следствие многих там угнетений, 75 лет и так далее. Они там пишут всякую фигню свою, вот эту вот, да, придуманную. То в Ливане, наоборот, они, когда ты их спрашиваешь, что интересно, у меня сегодня была переписка с одной блогершей из Ливана. Не знаю, если она блогерша или кто-то, на русском языке. Я ее просто спросил всерьез. Я говорю, послушай, вот честно, искренне ответь, почему, кто, кто начал, кто начал войну? Ну, вот кто, кто в этой ситуации не прав? Обычный вопрос. Она говорит, я не хочу о политике говорить и так далее, понимаете? Потом она говорит, вот вы там, Израиль, агрессор. Я говорю, а с чего это агрессор? Я говорю, а кто начал войну? Какие претензии у Ливана? Ну, какие? Мы оккупировали ваши земли? Нет, какие еще претензии? И знаете, что она сказала? Я просто выпал с этого ответа. Но это, кстати, имейте в виду, что своего рода заготовка на ту пропаганду, которая будет транслироваться. Значит, когда я говорю, ну вот 8 октября они начали нас атаковать. Кто в этом виноват? Мы, если нас начали атаковать. Тем более, когда мы были заняты другой проблемой. Мы на нас напали с юга, а они как крысы, другого выражения нету, как подлые крысы, напали, начали Израиль еще со стороны атаковать с севера. И она выдала ответ, будьте готовы. Она говорит, а ничего что, когда ваши самолеты бомбят Сирию, ну, то есть имеется в виду, когда мы там залетаем, иногда бомбим Сирию, поставки, кстати, Сирии и Хизбалле через границу, да, Сирию, Ливанскую границу, Сирийско-Ливанскую. То ваши самолеты пролетают над Ливаном и пугают наших детей. Знаете, этот фейспаум, который в этих мемасах. Я говорю, предположим, что так. Окей, я даже не начал ей объяснить, почему мы бомбим Сирию, да, не Сирию, а в Сирии, потому что идут поставки Хизбалле. Окей, она со своим антисемитским мозгом даже не поймет это. Но я говорю, окей, предположим, что наши самолеты пугали ваших детей, бедненьких. То есть, и значит, это причина развязать войну с Израилем и так далее. Я говорю, ты настолько тупая, ну, что ты даже не понимаешь, что ваш этот Хасан насрала. Он сам открыто говорит о том, что мы начали эту войну не из-за каких-то там детей, не из-за того, что у нас есть территориальные претензии к Израилю, а просто потому что мы поддерживаем газу. То есть, он фактически просто говорит, мы начали эту войну. Я говорю, и вы как тупое стадо, тупое стадо, идете в пропасть вместе с Хизбаллой, с вашим Хасаном насралой. И сидишь ты мне, пишешь какую-то хрень. Я говорю, бери свои вещи детей и улетучивайся нафиг из Ливана, потому что то, что было два года назад, взрыв в порту, покажется просто игрой детской. И то этот взрыв, кстати, был из-за Хизбаллы, потому что Хизбалла там размещала какие-то свои, там, не знаю, углерод или еще что-то, я уже не помню. Ханкан. Какое-то из веществ. Вот настолько они идиоты. Хотя, может быть, не идиоты. Хотя тупо антисемиты, как этот ублюдок Шевченко, Максим. Вот уж, я думаю, если вся история про Невзлина действительно так, если она, как бы, ну, кто в теме, тот поймет. Вот, если действительно он там заказывал этого Волкова и так далее, хочется сказать, блин, ты не того заказал, чувак. Нужно было не его, а вон там в Москве сидит этот Шевченко. Вот кого надо было помять немного. Окей, в общем, такие у нас дела. И это я все к тому, к чему я разговаривался немного, да. Ну, это субъективное мнение, мне можно. Это я к тому, что они найдут способы пропаганды, вот это, да, начать утверждать, что еще Израиль виноват в том, что он защищает свою территорию. Окей. Везео, ребят. Так что те, кто сейчас подключились, если вопросов никаких нет, будем отключаться. Запись останется, конечно же. Так что... Вопросов нет. Хон, иншайлот. Я живу возле аэродрома, дети даже внимания не обращают на шум. Да, ну, это чушь, понимаешь, это... Ну, это очередная такая дебильная... Ну, это методичка. Понятно, я не говорю там, что она какой-то проплаченный бот, но надо же как-то оправдывать агрессию, да, со стороны. Я говорю, у Хизбалла у вас сидят в правительстве. И когда ты мне говоришь, типа, я не вмешиваюсь в политику, я говорю, ты знаешь, что Черчилль когда-то сказал? Если вы не интересуетесь политикой, да, то политика как бы заинтересуется вами обязательно когда-нибудь. И ты можешь сидеть, конечно, и говорить, что там, типа, Хизбалла, это меня не волнует. Чего тебя не волнует? Что ты сидишь и боишься рот открыть. Чего вас не волнует? Они сидят там все запуганные. Запуганные. Как эти. Как курицы какие-то, да, которых просто вот боятся слова сказать. Знаете, кто там говорит? В основном это христиане, которые высказывают свое мнение, более-менее храбрые, да. В основном это, конечно, те, кто за границей находится, которые покинули Ливан, естественно, они меньше боятся. Но там боятся. К слову о том, где, в каком регионе мы живем. Вот и все. Боятся сказать, что их страной захватил рак, да, иранский. И вот уже дает метастазы. А последствия этому это химиотерапия. А химиотерапия это Израиль. И Израиль будет делать химиотерапию Ирану. Не Ирану, а Ливану. Да, я видел сегодня, что прибыли какие-то самолеты. Ну, прибыли и прибыли. И что? Из Ирака. Ну, может быть, какие-то поставки оружия. Они и без этого пребывали. Израиль периодически, что называется, между последние 10 лет ввел такую политику. Не политику, а это называется наиврите Мабам. Мабам это сокращенно Мальхама бен Мильхамот. То есть война между войнами. То есть такая тихая война. Мы периодически залетали и ударяли там в Сирии. Были, есть коридоры, которые ведут из Ирана в Сирию и в Ливан. Какие-то поставки оружия и так далее. Естественно, не всегда и не все. Это понятно. И часть этих оружий доходила и дошла до Хизбаллы. Ну, а часть не доходила. Часть мы уничтожали. Про север понятно, что с югом. А что с югом? А что с югом? На юге, если ты про сектор газа, мы поддерживаем оперативную шлита. Контроль в секторе газа. Оперативный контроль военной. По заложникам вроде какая-то новая сделка опять формируется. Но опять же, ему это не надо. Ну, Синуару не нужна никакая сделка. Это понятно, что его устраивает та ситуация, в которой Израиль находится. Он считает, что то, что происходит, все больше дестабилизирует ситуацию внутри страны. Но он ошибается. Потому что, да, есть эти митинги и так далее, но это никакой роли не играет. Тот, кто хочет сделки, не убивает. Запомните, я думаю, после убийства шести заложников, это всем должно было быть понятно. Что тот, кто хочет сделки, хоть какой-то, не убивает заложников. И, да, можно сказать, что, типа, если бы их вернули, все равно бы потом этих террористов было бы. Это просто показало истинное лицо. Никакой сделки там не пахнет. Просто, к сожалению, мы ведем очень такую гуманную войну там. И не можем их вынудить другими способами. То есть, если бы нам не скручивали руки все эти международные суды и так далее, можно было бы и по-другому. А так приходится вот на основе разведданных, да, каждый день идут работы по поиску. И как только появится какая-то информация, конечно же, будут попытки освободить их. Что-нибудь приятное на ночь? Все будет окей. Да, давайте прощаться, ребят. Не забывайте, что мы уже год почти, год пролетел, как просто, как ракета та же. Казалось бы, да, 7 октября вот-вот мы уже как бы близимся к годовщине. И мы еще сделаем, конечно, эфир, будем тоже какие-то промежуточные, не знаю, итоги подводить, если так можно сказать. Но уже сейчас можно говорить о том, что... Знаете, я так скажу, я закончу другими словами. Он прочитал это на аналитическом канале, классном аналитическом канале, ивритоязычном телеграм-канале, называется Абу Алиэкспресс. И он там привел цитату одного арабского центра, исследовательский арабский центр по Израилю, в котором... Центр, который был такой антиизраильский, в котором они написали, что они удивлены тому, что Израиль таким может вести войну длительный срок. То есть они до этого были убеждены, что Израиль не продержится и месяца, и два. Не в плане продержится, как бы там проиграет, а в том плане, что общество не выдержит, потому что у нас такое оно очень западное, избалованное, да, что мы не потянем войну, что у нас не будет этой сплоченности. И они там в конце пишут, наша рекомендация, да, вот этого исследовательского центра пересмотреть вообще всю эту теорию, касаемую Израиля, что мы неправильно оценивали ситуацию. Что вот наша сила, она в нашем действительно единстве. Понятно, армия, понятно, там технологии, все такое. Но над всем над этим это наше единство. И еще интересно, что они считают, что наши новости, которые здесь такие очень критически относятся к правительству, это все целенаправленная дезинформация, потому что, ну, не может быть, что вот новости так вот критикуют, а при этом Израиль продолжает достигать свои цели. Они не могут даже поверить, что такое может быть в демократической стране. Что могут быть. Вот они настолько думают, что вот это Израиль ведет информационную гибридную войну. Что вот это все новости, которые, да, вот эти левые, которые критикуют им митинги, это все типа специально направлено для того, чтобы вести их заблуждение, чтобы они думали, что мы вот-вот сейчас уже не выдержим, и правительство там падет, вообще не важно что. А при этом вот каким-то волшебным образом, раз за разом цели достигаются. То, что мы хотели на юге, я сейчас не говорю про заложников, но фактически в Хамас уничтожен. Газа почти в пыль стерта. На севере мы на пути к этому. И это смешно, потому что, ну смешно я имею в виду, что год назад, когда все началось, я помню, как все ликовали первые дни. Я имею в виду все всякие недоброжелатели Израиля. Тот же Шевченко-ублюдок. Я извиняюсь, что говорю это слово, но это самое мягкое слово, которое я могу сказать о нем, об этом антисемитии, да, которое себя еще журналистом называет и обижает всех остальных журналистов. Сидел и говорил там, что значит какие-то там сейчас мусульмане объединятся и пойдут на Израиль. И все эти блогеры какие-то непонятные, и всякие вот эти вот боты, которые писали. И ты видишь, как прошел год, и через год Израиль показывает миру то, что никто вообще никогда в жизни не видел. Не то, что их прогнозы там, которые, да, их самые там какие-то сокровенные сны, мечты не сбылись. А Израиль просто всем пердаки поджег этим самым. И они вот сейчас уже не знают, как им объяснять этот успех. Как им объяснить, что, ну они же верили в это. Им же по телевизору сказали. Им же какой-то мусульманский блогер какой-то там чеченский или какой-то недоразвитый же сидел и говорил, что аля вагбар, сейчас все пойдут на Израиль. И они сидят и не понимают, а как это нас обманули? Так евреи оказывается все-таки действительно сильные. Так евреи оказывается действительно могут просто в хлам разнести всех, кто им угрожает. Как такое может быть? И где они сейчас? Где все эти хейтеры? Где они, которые в комментариях сидели и писали, вот вы и том заплатите? Где? Пока платят и будут платить только наши враги. Взрываются, отрываются гениталии от пейджеров у наших врагов. Залетают ракеты нашим врагам. Да, я не говорю, что мы не теряем, не несем потери. Естественно, мы несем потери. Но они, это как сборная Бразилии. Не важно, сколько нам забьют. Поверьте, что они получат намного больше. И когда мы говорили про Ливан еще до этого, когда вот только начиналась накаляться ситуация, и вы мне писали, типа, ребят, что будет? Я вам тогда говорю, успокойтесь. Даже если будет нам прилетать, им намного больнее будет. И мы это видим сейчас. И это будет только хуже для них. Вот такой принцип работает. Все очень просто. Так что я не вижу ситуации, я не вижу причины негодовать или расстраиваться. Наоборот, мы на правильном пути. Все, ребят, всего доброго. Спокойной недели. Будьте бдительны. Слушайтесь указания командования тыла, не без этого. И все будет хорошо. Лай-Латон. Пока.